Вопросы, с которыми приходят жители, разнообразны. Это и здравоохранение, и обустройство придварового территории, имущественные споры, проблемы жилищно-коммунальной сферы. Михаил Барков – кровельщик с 20-летним стажем. Пришел как раз по вопросу ЖКХ. Я живу по адресу улицы Гаяцкого, дом 10А. В нашем доме с августа месяца проходит капитальный ремонт кровли, который делится уже седьмой месяц. И на данный момент он в плачевном состоянии. Наша съемочная группа уже снимала сюжет о проблеме данного дома. Начались их злоключения с радостного, как тогда казалось, события – с капитального ремонта крыши. Его ждали давно, ведь дому почти 50 лет. В первых числах августа этого года начались кровельные работы. Строители частично завезли материалы, стали разбирать крышу – и все. Тогда, после выхода нашего сюжета, ремонт возобновили. Но теперь история получила новое продолжение. Жителей не устраивает качество работы. Складывается мнение, что работают некомпетентные люди, не профессионалы, не плотники, не кровельщики, а люди со стороны. На встречу с депутатом Михаил Барков пришел с гражданской инициативой по созданию общественного контроля за проведением капремонта. Инициатива эта была услышана. Напишите, давайте поговорим с главой района. Может быть, он ваш дом выберет как образец, почему бы нет. По словам депутата, никто не знает проблему лучше самих жителей. Поэтому одна такая беседа может быть продуктивнее десяти госкомиссий. Гражданские инициативы – это вообще общественники, которые есть на территории. Они очень важны для развития всего района. Чтобы максимально быстро разрешить проблему, с которой пришел житель, на приеме у Владимира Петровича всегда присутствует юрист. Ведь цель таких встреч – не оставлять человека один на один со своими трудностями. Если не справляетесь, просто приходите. В Ленинском районе мы проводим каждый второй вторник каждого месяца. С 11 до 14 часов. Даже если вы не попадаете в приемные часы, ну скажем, вас не отпускают с работы, ничего страшного. Здесь вам дадут бланк, где вы изложите свою проблему и оставите его у секретаря. И вашу проблему обязательно передадут на рассмотрение. Илья Кремнев, Владимир Бижонов из приемной «Единой России». Спасибо.